Шалом! Шалом! И вот это отличие было вызвано среди прочих факторов тоже, также и влиянием эллинистической культуры. Сегодня мы поговорим о взаимоотношениях евреев с другим народом, оказавшим на нашу судьбу влияние ничуть не меньше, а то и даже намного больше. Я имею ввиду римлян, хотя римляне практически не интересовались иудаизмом, именно из-за них, из-за римлян, еврейская религия претерпела колоссальное изменение, громадную метаморфозу. Одним из последствий поражения иудейского восстания против римской империи было то, что иудаизм стал религией без храма. Однако еще до восстания римляне принимали самые деятельные участия в судьбе еврейского народа. В конце концов, мы с вами прекрасно знаем, что мессия Ишоу был распят руками римских солдат, которые действовали по приказу римского же прокуратора Понтия Пилата, прокуратора иудея или префектора иудея. Каким же образом складывались отношения между евреями и Римом? Об этом сегодняшняя программа. И в ней я не использую книгу профессора Скоршавна, который начал делать в программе под названием «Евреи и греки». К этой книге мы вернемся чуть позже. Вмешательство Рима в дела евреев было, в общем-то, неизбежно, поскольку сфера его влияния росла очень быстро, и то есть не попасть в орбиту Рима было невозможно, и вопрос просто стоял о том, когда это произойдет. Точнее, вопрос стоял так, будут евреи с римлянами дружить или воевать? Одно из двух. Договор с Римом заключили, по всей видимости, еще ранние хасманеи, то есть сыновья священника Матафия, поднявшего народ на борьбу с грехами в 165 году до нашей эры. И вот что говорит об их контактах с Римом первая книга Макавея. Следующий текст взят из восьмой ее главы. Иуда, то есть прославленный Иудой Макавей, услышал о славе римлян, что они могущественны и сильны и благосклонно принимают всех, обращающихся к ним. И кто не приходил к ним, со всеми заключали они дружбу. А что они могущественны и сильны, рассказывали ему о войнах их, о мужественных подвигах, которые они показали над галатами, как они покорили их и сделали данниками, также о том, что сделали они в стране испанской, чтобы овладеть находящимися там серебряными и золотыми рудниками, и своим благоразумием и твердостью овладели всем краем, хотя тот край весьма далеко отстоял от них, равно о царях, которые приходили против них от конца земли, и они сокрушили их и поразили великим поражением, а прочие платят им ежегодно дать. Ну и далее перечисляются в этом текст некоторые народы, завоеванные Римом. Затем продолжаем цитатуру. Тогда избрал Иуда, то есть Иуда Макавей, сын священника Матафи, герой Макавейского восстания, избрал Иуда и Евполема, сына Иоаннова, сына Аккосова и Иосона, сына Элеазарова, и послал их в Рим, чтобы заключить с ними дружбу и союз, и чтобы они сняли с них иго, ибо они видят, что Эллинское царство хочет поработить Израиля. И так они отправились в Рим, хотя путь был очень долгий, и вошли в собрание совета, и приступив, сказали, «Иуда Макавей, братья его и весь народ иудейский, послали нас к вам, чтобы заключить с вами союз и мир, и чтобы вы вписали нас в число соратников и друзей ваших». И угодно было это слово перед ними. И вот список того послания, которые написали, они в ответ на медных досках и послали в Иерусалим, чтобы оно служило для них там памятником мира и союза. «Благо да будет римлянам и народу иудейскому на море и на суше и навеки, и меч и враг да будут далеко от них. Если же настанет война прежде у римлян или у всех союзников их во всем владении их, то народ иудейский должен оказать им всем сердцем помощь в войне, как потребует того время. И воюющим они не будут ни давать, ни доставлять ни хлеба, ни оружия, ни денег, ни кораблей, ибо так угодно римлянам. Они должны исполнять обязанность свою, ничего не получая. Точно так же, если прежде случится война у народа иудейского, римляне от души будут помогать им в войне, как потребует того время, и помогающим в войне не будут давать ни хлеба, ни оружия, ни денег, ни кораблей. Так угодно Риму они должны свои обязанности исполнять и без обмана». Договор с Римом обновлялся несколько раз, что видно из 12-й и 14-й глав первой книги Маковеев, Хасмонейское царство не подчинялось Риму, а состояло в союзе с ним. Однако в Новом Завете картина уже совсем другая. Каким же образом римляне превратились из союзников в оккупантов? Как ни странно это звучит, но именно сами евреи попросили римлян о помощи в решении своих внутренних проблем. В 64-м году до н.э. римский легат генерал Гней Помпей основал в Дамаске свой штаб. В нем он вскоре принял две еврейских делегации из Иудеи. Посланники представляли двух наследников Хасмонейского престола Геркана II и Аристабула II, сыновей, умершей тремя годами раньше, царицы Александры Соломей. Помпей решил поддержать Геркана, на стороне которого был также антипатер, правитель соседний с Иудеей и Думеей. В 63-м году войска Помпея подошли к Иерусалиму. Сторонники Геркана впустили его в город, но восточная часть Иерусалима была в руках сторонников Аристабула. Дело кончилось с осадой и сражением, и после разгрома противников Помпей вошел в храм и стал первым со времен победы Маковеев-язычником, вошедшим во святое святых. Впрочем, он только осмотрел все, но ничего не взял, а на следующий день приказал очистить храм и принести все жертвы согласно Тору. Победа Помпея в осаде Иерусалима означала конец существования независимого хасмонейского государства. Часть евреев этот факт оплакивала, в то время как другая отнеслась к нему более спокойно. Почему? Потому что хасмоней их не устраивали все равно. С точки зрения Танаха представители этой династии не могли претендовать ни на роль священников, поскольку они не были из рода Цадока, в псевдородовом переводе это имя звучит «Садок», а ни на роль царя, поскольку они не были из рода Давид. Согласно пророчеств, народом Израиля должен был управлять потомок Давида, а священниками должны быть не просто потомки Аарона, как это было изначально, а исключительно потомки Цадока. Пророк Езекииль говорит об этом трижды в последней части своей книги. Возможно, за сто лет, прошедших с восстаний Маковеев, кому-то в народе стало ясно, что послать Избавителя, то есть Мессию, и восстановить праведное священство может только сам Господь Бог. И что до тех пор, пока он этого не сделал, жизнь под властью римлян будет не хуже, чем под властью еврейских самозванцев, пускай и благонамеренных. В конце концов, как гласит известная поговорка, благими намерениями услана дорога в ад. В следующие 30 лет евреи, эра Цесраэль, были заложниками борьбы за власть, которая шла как в самом Риме, так и непосредственно в регионе, на территориях поблизости от иудей, окружавших ее. И нам с вами сегодня, вероятно, непросто представить себе жизнь вот в этой атмосфере, то есть как на пороховой бочке. В одних странах, ну, например, таких как Россия, Белоруссия и Казахстан, власть просто не меняется в течение последних, ну, там, соответственно, 18, 24 и 28 лет. В других, в том числе в современном Израиле и Италии, власть периодически меняется, но бескровно. Но это все сегодня. А тогда все было сложнее. Космонии все еще не отказались от притязаний на царский престол. Однако на горизонте появилась новая фигура, идумьянин Ирод, сын Антипатра. Римляне уже успели присмотреться к нему, пока он вместе с отцом и братом правил Идумеи. В 40-м году до нашей эры он уцелел в войне между идумьянами и парфянами, в которой его брат Фасаил погиб, и сбежал в Рим. Там, в Риме, Октавиан и Марк Антоний разгласили его царем. Иудей в это время правил представитель хосмонейской династии Антигон, поставленный на царство там парфянами. Ирод взял Иерусалим в 37-м году до нашей эры и казнил Антигона. Иудея теперь была его, а он, в свою очередь, был человеком Рима, конкретнее Марк Антония, распоряжавшегося восточными территориями, подконтрольными Римом. Удержать престол Ироду было нелегко, поскольку Клеопатра, наверное, знакомое вам имя, убедила Марка Антония отдать ей часть земель. Отжал, если выражаться современным русским сленгом. Тем не менее, Антоний считал Ирода человеком, простите, полезным. Однако сам Антоний, в конце концов, начал выяснять отношения с Октавианом, что, в общем-то, было неизбежно, как всегда в таких ситуациях, когда идет борьба за власть постоянная. И в 1931 году Ирод, человек Антония, дал присягу Октавиану, который в конфликте с Антонием одерживал верх. Просто расчет, ничего больше. Октавиан тоже счел Ирода человеком полезным и тоже оставил ему престол. То есть Ирод был царем, но дружественным Римом. Это значит, что в международных делах он не мог действовать самостоятельно, но во всех внутренних вопросах у него была полная свобода делать все, что он хотел. Несколько своих сыновей Ирод казнил по обвинению в измене. Как мы знаем из евангельской истории о вифлеемских младенцах. Он был человек не слишком сентиментальный, хотя, конечно, и вообще время было совсем не то, что сейчас. В 2004 году до нашей эры Ирод Великий умер. И его сыновья, оставшиеся в живых, поспешили, конечно же, в Рим. Каждый, конечно же, со своими притязаниями на царский престол. Однако, Октавиан решил не торопиться с назначением нового царя. Вместо этого он назначил Архилая, Этнархом Иудеи, Ирода Антипу, Тетрархом Галилеи, а Филиппа, Тетрархом Южной Сирии. Если вы читали Новый Завет, то, возможно, узнаете эти имена, потому что там они упоминаются в Евангелии. Например, говоря о Иосефе, муже Матери Ишо, Матери пишет о том, что Архилай царствовал в Иудее вместо своего отца Ирода. В переводе Кузнецовой вместо царствовать используется более точное слово «правит», потому что Этнарх и царь — это не совсем одно и то же. Статус Этнарха ниже, чем статус царя. Иосиф Плавий пишет, что Октавиан обещал Архилаю титул царя, если тот докажет свою способность править. Еще один арх, упомянутый выше, Тетрарх. В синодальном переводе это четвертовластник, то есть как один из четырех правителей. Все четверо упоминаются Лукой. В 15-й же год правления Тиберия и Кесаря, когда Польте Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее, Ирод Антипа, сын Ирода Великого. Филипп, брат его, четвертовластником в Итурее и Траханицкой области, Алисанни четвертовластником в Авелинея, при первосвященниках Ани и Каэфе был глагол Божи, с сыном Захани в пустыне. Филипп управлял своей территорией до самой своей смерти в 34-м году нашей эры. Антипа продержался у власти до 37-го года. Архилайд надеялся получить титул царя, но через 10 лет после назначения Этнархом Актериан сместил его с должности и отправил в ссылку. И через 10 лет это 6-й год нашей эры, то есть когда Иудея стала римской провинцией, управляемой римским наместником. То есть перешла уже в качественно другой статус своих отношений с Римской империей. И вот об этой фазе иудео-римских отношений в следующей части программы. Спасибо. Шалом. Мессианский центр «Возвращенные на Сион» из Израиля ставит перед собой цель рассказать Израилю о мессианстве Иешуа, а также передать свежее послание из Сиона. Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте www.oasis.media.tv Продолжение следует... Продолжение следует...